Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 1039. Для этого решим уравнение. Итак, запишем условия первого уравнения. Минус 5 двенадцатых умножить на х и это равно нулю. Мы с вами знаем правило. Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. У нас два множителя. Первый множитель минус 5 двенадцатых, он не равен нулю. А второй множитель х. Если х будет равен нулю, то и произведение будет равно нулю. Подчеркиваем, это и будет корень данного уравнения. И запишем слово ответ. Итак, корень нашего уравнения под цифрой 1 это 0. Запишем второе уравнение. 5,4 умножаем на сумму х и 6,3. И это произведение равно нулю. И опять же мы вспоминаем. Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. Первый множитель 5,4 нулю не равен. Значит, нулю должен быть равен второй множитель. А это выражение в скобках х плюс 6,3. Равно нулю. Мы знаем, что сумма противоположных чисел равна нулю. Значит, х равен минус 6,3. Это и будет корнем данного уравнения. Подчеркиваем и запишем ответ. На этот раз у нас произведение разности выражений х-3 и сумма двух выражений х плюс 4. И это произведение равно нулю. Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. Первый множитель у нас х-3 равен нулю. Или второй множитель х плюс 4 равен нулю. Итак, чтобы найти неизвестное слагаемое, чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитание. К нулю прибавим 3, получим 3. Это первый корень. Если мы подставим в первые скобки вместо х-3, то мы получим в первых скобках 0. И тогда первый множитель будет равен нулю. И значит, это все произведение будет равно нулю. Найдем второй корень. Сумма противоположных чисел равна нулю. Значит, х равен минус 4. Подчеркиваем. Подчеркиваем. Это второй корень нашего уравнения. Если мы подставим его во вторые скобки, то сумма будет равна нулю. И тогда и все произведение будет равно нулю. Все, записываем ответ. У нас с вами два корня. На первом месте обычно пишут меньше, а на втором больше. Между корнями ставим точку с запятой. Потому что если поставим запятую, можно спутать с десятичной дробью. И последнее четвертое. 23,5 умножаем на модуль х и равно нулю. В произведении равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. Первый множитель у нас 23,5 уже не равен нулю. Значит, нулю может быть только второй множитель. Мы знаем, что модуль равен нулю только у нуля. Поэтому х равен нулю. И это является корнем нашего уравнения. Запишем ответ. Корень четвертого уравнения 0. Все, мы справились с этим заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.